всем привет меня зовут майкл наки и давайте с вами сегодня поговорим про удар по макеевке по птв в котором размещались российские военные в основной массе мобилизованные которые были там в том числе во время празднования нового года и тогда туда пришелся удар в ссу собственно надо сказать что это одна из самых больших единомоментных потерь российских военных за всю эту войну и сегодня хочу поговорить об отношении российского руководства к собственным солдатам и мобилизованным мне кажется этот разговор важным особенно сейчас в преддверии новой мобилизации наверное в том что будет новая волна мобилизации мало у кого возникают сомнения по крайней мере все те вещи которые мы видим в последнее время прямо на это указывают я даже не столько заявление резникова про 5 января потому что ну классически когда планы россии становятся известны они их переносят мы видели то же самое в начале вторжения россии в украину когда западным разведкам стала известна конкретная дата именно 16 февраля российское руководство перенесло это на 24 из-за чего кстати было много проблем с логистикой с питанием для военных из много с чем еще но об этом поговорим с вами в отдельном видео уже завтра по поводу мобилизации и что на нее указывает и причем здесь обращение путина но тем не менее в преддверии этой самой мобилизации хочется поговорить об отношении к российским военным потому что все еще много людей которые считают что но если их мобилизует то ничего страшного не случится они уедут куда-нибудь на учения их будут обучать потом они будут на какой-нибудь второй третьей линии фронта им ничего не угрожает все у них будет хорошо и вообще зачем рисковать собственной свободой и значит как-то бегать от повесток хотя на самом деле на данном этапе до сих пор если вы просто не взяли повестку то вам ничего не грозит никакая тюрьма ну в общем значит для людей которые думают что на самом деле российское руководство как-то очень о них позаботиться и что они точно останутся живы мы уже видели что это не так мы видели что мобилизованных используют для штурмов причем штурмов таких довольно безумных чисто мясом и они погибают в большом количестве и вот в очередной раз мы увидели реальное отношение к мобилизованным и в целом российским военным со стороны российского руководства но давайте начнем по порядку что вообще произошло в ночь на 1 января в макеевке по пту номер 19 в городе макеевка который находится в аннексированной россии части донецкой области был нанесен ракетный удар об этом сообщило управление стратегических коммуникаций вооруженных сил украины в своем телеграм-канале в управлении заявили что в пту размещались мобилизованные россияне в результате удара как они сообщают около 400 человек погибли еще 300 получили ранения забегая вперед скажу что российское министерство обороны уже признало 63 погибших при этом мы понимаем что российская минобороны склонна цифры уменьшать например когда был потоплен крейсер москва министерство обороны россии долго настаивало что там был всего один погибший то узнали это довольно случайно потом по решениям судов было подтверждено еще 17 погибших вообще российское министерство обороны любят делать одну очень простую штуку они берут и тех кто пропал без вести в результатах удара просто записывают пропавшие без вести это же не погибшие правильно ну а то что куда они могли деться с территории пту где больше ничего нет а здание было разрушено практически до основания это никого не волнует поэтому пусть остаются пропавшими без вести поэтому мне кажется что цифра в несколько сотен погибших вполне возможно но и 63 погибших это довольно много это шесть десятков человек это шесть десятков семей которые остались без каких-то на своих родных и любимых людей при этом надо отметить что если ты идешь на войну да если ты позволяешь себя мобилизовать если ты идешь в надежде что тебя не убьют а ты-то убьешь то ну а чего ты ожидаешь да если ты попадаешь на войну на стороне агрессора на стороне захватчика то могила это вполне закономерный исход особенно если мы обратим внимание на то каким образом российские войска воюют как их посылают в бой поэтому еще раз подчеркну что мобилизация это почти гарантированная либо смерть либо увечье поэтому ее нужно избегать даже если у вас не сформировалась к вашему возрасту морального компаса и вы не понимаете что нельзя приходить на территорию чужой страны и убивать там людей даже в этом случае мобилизация для вас это один из худших вариантов потому что вы просто потеряете свою собственную жизнь и так что происходило дальше днем 2 января министерство обороны россии в ходе ежедневного брифинга подтвердило что удар пришелся по зданию где располагался пункт временной дислокации российских военнослужащих согласно заявлению ведомства в ссу нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня хаймарс в результате попадания четырех ракет с фугасной головной частью как они сказали погибли 63 российских военнослужащих два реактивных снаряда хаймарс были сбиты сообщили в ведомстве иронично что маргарита симоньян как раз в новогоднюю ночь писала что вот знаете мы нанесли удары по киеву и по другим городам украины и там якобы располагались базы беспилотников хотя на самом деле удары были нанесены где по жилым объектам где по гостинице где по гражданской инфраструктуре никаких стоянок там ппл а по которым были бы нанесены удары не существует в общем маргарита симоньян заканчивала свой пост словами можем же когда хотим не допустить атак врага но на самом деле уже следующий пост маргарита симоньян который являлся репостом андрея медведева был про события в макеевке поэтому вера в российское пво вера в российскую разведку вера в российскую защиту она уже как-то вот на к 11 месяцу войны должна была прийти в нормальное состояние люди уже должны были понять что это не имеет никакого отношения в действительности надо сказать несколько вещей по поводу этого удара и почему я именно акцентирую внимание на отношение министерства обороны к российским военным дело в том что само по себе размещение на линии фронта людей в таком здании которое не укреплено не защищено не замаскировано это фактически ставить этих людей не то что в опасность это фактически отправлять их на самоубийство потому что это здание по т.у. оно не является армейским зданием и не является укрепленной позицией и то что там большое количество людей это практически гарантированная смерть случае попадания а само это здание расположено в зоне до которой достреливают хаймерсы и руководство прекрасно об этом знало потому что дальность хаймерсов примерно известна и несмотря на то что российская федерация постоянно отчитывается о том что она уничтожила хаймерсов чуть ли не больше чем они были поставлены в украину мы доподлинно знаем что вот к данному моменту к январю 2023 года ни одного зафиксированного случая уничтожения хаймерса не было то есть они все как действовали так и действуют у них есть снаряды джима урс и россия не умеет их эффективно сбивать поэтому расположение такого количества солдат в этом здании это ну просто размениваться их жизнями это навозь но вдруг вдруг по ним все-таки не будут стрелять вдруг не попадут что еще более важное что более чудовищное нарушение на самом деле в отношении безопасности размещения военных а это то что по утверждению телеграм-канала рыбарь на территории пту размещался также склад с боеприпасами который из детонировал после попадания в него ракет это представляется не то что возможным а прям очень вероятным потому что если вы видели фото или видео записи разрушения этого пту после атаки то там практически ничего не осталось от этого здания шесть джима лрсов не могут этого сделать даже если мы представим что все шесть попали а не четыре как утверждает министерство обороны но вы видели по антоновскому мосту что делают джима лрс но если там был боекомплект если в одном здании находились и военный и боекомплект и более того рядом с зданием вплотную стояла техника все это все эти три компонента это чудовищное нарушение не то что правил безопасности но вообще какой-либо адекватности в плане руководства войсками потому что ну если у вас боекомплект зданий туда попадает ракета он детонирует идет вторичная детонация и разрушение гораздо больше чем они могли бы быть помните когда после приезда хаймерсов в украину на собственно они раз за разом там иногда по 10 в день высекали российские склады в основном это происходило не из-за какой-то разрушительной мощи чем лрс а что в склад попадает джим лрс собственно снаряд и он как раз приводит к детонации боекомплекта и вот он уже расфигачивает склад собственно сам боекомплект после чего российские собственно военные как утверждается начали немножко рассредоточивать склады с боеприпасами что усложнило российскую логистику и вообще почему россии не удается широко наступать после приезда хаймерсов украину это как раз из-за полностью накрывшейся логистики потому что теперь склады с боеприпасами не получается делать в зоне боевых действий потому что как только там начинает они все складировать в одном месте туда прилетает джим лрс хаймерса и просто все детонирует и это замедляет российскую армию и более того приводит на отдельных направлениях к снарядному голоду который вызван не отсутствием снарядов у российской армии как таковой а в невозможности оперативно доставить их и складировать в тех или иных точках фронта поэтому человек который принял решение в одном месте расположить 600 военных склад боеприпасов и 10 единиц техники по крайней мере 10 единиц которые были уничтожены ну это я не знаю его можно как его нибудь награде представить правду же в украине вы знаете когда вот мы там я или руслан и виев рассказываем о косяках которые были допущены со стороны российской армии нам начинают периодически писать типа зачем же вы про это рассказываете сейчас российские военные вас посмотрят и научатся делать правильно и вот что мы увидели за эти 11 месяцев что ничему они не научатся потому что сюрприз о том что нельзя в одном месте складировать и боеприпасы и личный состав знают все и знали до начала войны я думаю даже вы зрители которые никогда не задумывались о военной тактике стратегии или еще чему-нибудь прекрасно понимаете почему в одном месте в зоне до которой можно дострелить нельзя складировать боеприпасы и людей и делается это не от незнания не от того что они не знают их косяки а по двум причинам первое это разгильдяйство и наплевательское отношение а второе это отсутствие ответственности за то что такие действия совершаются поэтому мы можем даже не то что рассказывать как не надо поступать а можем обрисовать полностью тактику чего надо делать россии для того чтобы победить это ни на что не повлияет похожая ситуация с мобилизованными например опять же частая претензия когда люди рассказывают про проблем у мобилизованных в том числе я рассказываю то что моя цель очень проста чтобы люди не шли на мобилизацию чтобы когда в очередной раз объявят мобилизацию это случится обязательно чтобы люди понимали что их там ждет что их ждет отсутствие там бронежилетов что они скорее всего умрут для этого я про это рассказываю вот значит когда мы это делаем приходит следующая претензия типа но вы же таким образом помогаете мобилизованным ведь им теперь привезут бронежилеты автоматы их обучат все такое да нет дорогие друзья дело в том что если бы они могли обучить мобилизованных оснастить их вооружением оснастить их защитой они бы это делали потому что если у тебя есть выбор между тем что у тебя будет готовая боевая единица и значит хрен пойми какая боевая единица которая способна только умереть конечно бы любой адекватный человек окей даже неадекватный человек в руководстве российского там генералитета он бы выбрал подготовленную боевую единицу дело в том что им плевать у них нет возможности обеспечить всех обмундированием поэтому они этого не делают и независимо от того будут про это рассказывать или не будут про это рассказывать ничего не изменится они так и будут отчитываться у нас все хорошо у нас все под контролем значит все мобилизованы обеспечены и будут приезжать проверяющие как было несколько таких случаев о которых я рассказывал видеть что ничего нет и говорить ну и писать в отчетах все есть на самом деле все всем обеспечены потому что это показная армия потому что никого реально не интересует есть там что-то у мобилизованных или нет и потому что резко нарастить вот это все обмундирование экипировку боеприпасы и все прочее для мобилизованных просто нет возможности даже когда вторжение только начиналось даже тогда не хватало всего для людей которых отправляли в бой а тогда речь шла 180 тысячах комбатантов если мы берем все соединения которые были сейчас же их ну соответственно там осталось наверное где-то там 120 130 ну примерные подсчеты окей не судите строго 130 вот тех комбатантов с того периода и еще мобилизованных 300 тысяч то есть вижу понятно что не откуда взяться просто этому обмундированию поэтому рассказ о том что происходит с мобилизованными или какие ошибки совершает российское руководство военно никаким образом не помогут им исправить потому что эта армия непригодная для войны до своей массовостью большим количеством техники большим количеством ракет всего остального они могут причинять ущерб и убивать людей они могут стрелять по гражданской инфраструктуре они могут убивать на украинских солдат и мирных жителей но выиграть они не могут потому что там все завязано на том чтобы просто друг друга отмазывать и вы сейчас это увидите и собственно роли в ролике моем я просто покажу вам как работает эта трансформация на примере за телеграм-каналов и изменения реакции российских не то чтобы официальных лиц но официальной пропаганды но пока давайте чуть подробнее о том сколько там людей находил и сколько может быть ранее тот же телеграм-канал рыбарь это про кремлевский телеграм-канал но он утверждает что все погибшие были мобилизованными пт у располагался полк 1444 не знаю как правильно полки произносятся до всего в здании по его информации находилось 600 человек в одном здании в незащищенном здании с боем комплектом по данным его источников точнее источников телеграм-канал оперативные сводки на которые ссылается рыбарь после удара погибли 78 человека 136 были ранены степени тяжести не сообщается ну опять же про кремлевский телеграм-канал и тоже склонны занижать цифру но даже эта цифра выше чем та цифра которая дает министерство обороны нужно сказать что в своем телеграм-канале так называемый замминистра информации аннексированный днр даниил бессонов призвал привлечь к ответственности командование которое приняло решение разместить военнослужащих в одном здании а не рассредоточить между разными объектами возмущением местом дислокации российских военных своих телеграм-каналов также высказались авторы z канал репортер в гтрк александр слаков прокремлевский военный блогер борис рожан собственно вице-спикер мозгу рдумы андрей медведев и авторы рыбаря но еще многие многие другие такие как там анастасия кашеварова игорь гиркин ну и вообще многие андрей медведев которого репостит маргарита симоньян известны благодаря тому что именно он писал свое время о лаборатории анарка лаборатории ивана голунова что оказалось неправдой ну в общем это такой почетный файкомет очень про кремлевский он пишет следующее по макеевки кратко у каждого чп есть имя фамилия отчество и должность на десятом месяце войны считать противника дураком который не видит ничего опасно и преступно размещать личный состав где попало в зданиях вместо того чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу президент у нас неоднократно говорил что сбережение людей это высший приоритет это и войны касается точнее боевых действий в первую очередь каждый солдат афцер важен жизнь каждого бойца это огромная ценность с подходом бабы новых нарожают мы не то что не победим мы вообще увидим мрачные перспективы поскорее хочется заметить от себя всем было заранее понятно что в новогодние дни в сссбу будут стараться нанести удары там где у нас будут уязвимости про это ленивый не написал зачем врагу предоставлять возможность сделать нам больно почему было принято решение именно таком размещение личного состава кем было принято на десятом месяце войны думать что это все еще как-то понарошку что можно припетлять на авось это хуже чем преступление это ошибка для примера на днях по одному подразделению был нанесен удар со стороны в ссу с применением дронов и артиллерии мужчина воюют давно поэтому сами ночевали в подвалах техника была прикопана так что в итоге не потеряли ничего и никого и ситуации в макеевке надо сделать самые жесткие выводы если кому-то кажется что коллеги журналисты военные аналитики пишут слишком нелицеприятные вещи то я напомню что сказал наш верховный главнокомандующий я прошу учитывать критику и правильно своевременно реагировать на нее понятно что реакция людей которые видят проблемы а проблемы в такой большой сложной работе безусловно всегда появляются такая реакция может быть и эмоциональной но нужно безусловно слышать тех кто не замалчивает существующие проблемы а стремится внести свой клад в их решение и тут вы можете испугаться и подумать блин они же понимают в чем проблема сейчас наверное российское руководство выйдет владимир путь скажет так как же так нанесли удары по макеевки отставить шойгу отставить герасимова значит там я не знаю поставить нормальных руководителей но самое приятное в этом дорогие зрители заключается в том что я этот спектакль вижу не точно не первый раз наверное раз 15 выглядит этот спектакль следующим образом случается очередное действие этой войны очередное поражение россии уход с острова змеиный на или например контрнаступление украины в харьковской области или освобождение херсона или удары по военным частям первый день два три я уже много раз об этом говорил и каждый раз это подтверждалось вы можете посмотреть это по моим видео первый день два три про российские телеграм-каналы когда еще не спустили методички начинают заламывать руки горит как же так зачем же подставлять российских военных срочно наказать ошибки перегиба на местах через один два дня им дают по голове метафизически иногда наверное кому-то и впрямую и они тут же про все забывают и меняют риторику а никаких изменений в руководящем военном составе не происходит знаете почему по двум причинам первое то что происходит вообще вся эта война эта война профнепригодных людей потому что российская власть долгое время на отбирала по принципу лояльности поэтому задача генерала любого быть лояльным они быть эффективным ну а второе и самое важное что в российской армии нет людей которые могли бы нормально руководить ровно из-за этого же потому что не осталось проф пригодных людей и поэтому спустя несколько дней все забудут об этой макеевки не будет никакого разбора полетов никаких отставок никакого привлечения в ответственности помяните мое слово и подтверждение моих слов анастасия кашеварова тоже у нас одна из таких ирьяных военкорок которая раньше все больше писала про то какая украина ужасно а в последнее время пишет про то как все плохо значит в российской армии она пишет что это далеко не первый случай вот что она пишет своем телеграм-канале девятерых забей десятого представь такую формулировку стратегии командования называют наши ребята на фронте и вот этим десятым которым чудом удалось уцелеть они дадут ордена медали затаскают по мероприятиям а потом за ненадобностью выкинута забудут если бы это была одна макеевка это везде так сватого кримина я павловка сотни пропавших без вести метод не меняется закидать шапками на что собрали ребят что попроще семьи не богатые пусть не вякают а мы если что слезу с экрана впустим и назовем их героями и все отсылка к дедам вот они воевали деды воевали а вы все военачальники мать вашу и самое интересное не услышит нет они напрочь отказываются слышать правду это их страна их люди что хочу то и делу и простые солдаты и среднее командное звено говорят одно и то же что без глобальных перестановок в нашем генштабном лягушатнике война до победного может растянуться на годы и многие волны мобилизации мы пошли на эту войну со своим снаряжением да более того со своей идеологии нам не было представлено ни материального ни духовного на что ждать от тех у кого вместо конституции морали только прайс в голове смыслов идеи и духовности там все прогнило я очень надеюсь что хоть кто-то решится и донесет до президента всю правду и он решится и посрывает эти липовые погоны сдерет эти липовые ордена парни погибают от тупости предательства самодурства наши парни тут хочется сказать что риторика анастасии кашеваровой все больше приближается к риторике оппозиции но так годов это к 2013 12 она потихонечку начинает понимать в чем проблема но только пока у нее есть вот это представление что царь хороший бояре плохие открою правду это царь этих бояр поставил этот царь отдает этим бояры приказом этот царь развязал эту войну этот царь уничтожил всех нормальных на российских журналистов и все нормальные медиа которые рассказывали о том что происходит не так и это все сделал лично путин лично он самое коррумпированное звено в этой цепи лично он огромное количество денег высосал из бюджета и раздал своим приятелям ну ничего кашевара вот наверное поймет и когда ее посадят когда в какой-нибудь раз когда к ней придут сверху и скажут анастасия прекращайте снова ныть все-таки когда не надо нам такого и когда она откажется и такая нет я буду продолжать ныть и и он наконец посадит но суть в том что макеевка действительно далеко не первый случай и вообще не последний таких макеевок еще будет в ближайшее время тьма тьмущая потому что ничего не поменяется и вот здесь мы переходим к заключительной части этого балета кто и части из-за которой выпускают видео только сейчас они сразу по пятам событий дело в том что каждый раз когда такое происходит российское руководство запускает пропагандистские медиа объяснение почему так произошло и почему на самом деле никакие офицеры не виноваты я ждал когда оно появится появилось оно довольно быстро прямо 2 января и так цитирую причиной удара по зданию пту в макеевке в результате которого как сообщалось могли погибнуть российские военные стала высокая сотовая активность военнослужащих об этом та заявил источник так называемых правоохранительных органах днр чуете ну то есть не офицеры виноваты которые разместили в одном здании военнослужащих боекомплект и технику рядом поставили в здании которое не защищено не имеет никакой возможности значит устоять если его будут обстреливать а сами военнослужащие виноваты которые телефоны в новогоднюю ночь случились те самые телефоны которые по распоряжению у них вообще должны отбирать кстати отбирают с первого дня довольно активно поэтому видеозаписи про размещение мобилизованных мы видим все меньше сами военнослужащие понимаете вот эти мертвые военнослужащие заслужили они конечно заслужили потому что они пошли воевать и убивать людей в другой стране но тут другая история здесь говорят что никто не виноват кроме самих этих военнослужащих с точки зрения российской армии и вот сейчас этот тезис вы будете видеть везде этот тезис пойдет по всем военным вот этим z канал и будут рассказывать что они надо включать телефоны что когда включают телефоны сигнал его вот сулавливают место скоплений туда чем прилетает и что например собрать телефон или разместить это зона ответственности уже самих военных а не тех офицеров которые туда располагают вот ключевой момент почему это все будет продолжаться к счастью да потому что если бы российская армия была нормальной армии где бы офицеры несли ответственность за свои действия где они умели бы воевать просчитывать несколько шагов вперед то она война могла бы выглядеть совершенно иначе хотя с другой стороны если бы там были настоящие офицеры то они бы отказались эту войну проводить и исполнять эти преступные приказы но в альтернативную историю мы с вами играть не будем заметим лишь на полях что все эти случаи не приведут никаким перестановкам а если перестановки будут то ничего не поменяется потому что нет в российской армии людей которые готовы были бы брать на себя ответственность успешно воевать и действовать по уму а не просто пытаться использовать людей как расходный материал до которого нет дела потому что вот она основная история и у путина и всего его окружения им плевать на людей им не важно сколько людей будет перемолвана не вот в этой самой войне они будут закидывать и закидывать пушечным мясом мобилизованными линию фронта семьи будут продолжать лишаться своих детей уже не будут получать лады гранты за это уже просто будут получать угрозы что если вы об этом вякнете или будете недовольны то мы вас пристру ним как это было советом матерей жен до которых начали сначала преследовать эшники а потом и вовсе арестовывать и это и есть суть российской армии поэтому и для чего я еще раз подчеркну записываю этот ролик когда будет объявлены мобилизация знайте что если вы попадете на фронт во первых вам надо будет выжить до попадания на фронт потому что в этих самых учебках погибают люди тоже десятками кто от самоубийства якобы кто от цирроза кто от того что вы сослуживец автомат не разрядил и значит пули попал а кто от того что другой сослуживец расстрелял своих сослуживцев но знаете что если вы попадете на фронт то вас либо ночью выстегнут потому что вас разместят хрен знает где и потому что его российская вообще не так эффективно как о нем говорят российская сторона либо вас кинут штурмовать без всего украинские позиции вы погибнете там поэтому не берите повестку не идите военкомат и сохраните как минимум свою жизнь если вас не воспитали моральный компас который говорил бы вам что в целом эти убивать других людей в их страну это неприемлемо вот такая история про макеевку первая история крупной победы весу и очередная демонстрация того как российская армия воспринимает своих солдат и как она их не бросает в кавычках на с вами был майкл наки поставьте лайк подпишитесь на канал напишите комментарии это позволит продвинуть ролик и предупредить большее количество людей о том что их ждет случай если они на эту мобилизацию все-таки пойдут о том почему будет мобилизация и какое есть глобальное изменение которое будет навязано в этом году со стороны российского руководства российским гражданам по поводу этой войны мы поговорим уже завтра всего доброго пока а